Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Dark Souls 3. Итак, мы сейчас находимся рядом вот с таким вот лесом, очень неприятная локация, я немножечко её изучил, и она очень сложная. Сложная вот из-за вот этих вот ублюдков, которые тут шастают. Конечно, можно было сделать всё проще, и не получать урон такой на ровном месте. По крайней мере, здоровья у этих засранцев не так уж и много, так что тут главное действовать быстро, очень-очень быстро. Также, помимо этих засранцев, в этом месте есть вот такие вот типа как грибы. И эти грибы могут наносить урон в виде отравления, очень неприятно. С учётом того, что я пока что не знаю, где здесь найти какое-нибудь противоядие от их яда. И давай, молодцом. В общем, сложное место. Так. Лучше постепенно всё это делать. О, урон какой он наносит, засранцы такие. Надышали там всяким дерьмом. Так, осторожно. Близко к нему лучше не подходить. Тем не менее, их становится всё меньше и меньше, это радует. Как ты тварь? Так, а ты куда подрапал? Ну, стоять. Гадины такие. Готово. Так, ты. Отдохни давай. Собакой это полезно... Ой, полезно, опасно точнее. Вот эти вот засранцы, они тоже опасные достаточно. Давай, пей. Молодец. А вот эти братишки, они вообще реально крутые. Ну, их можно разбирать по одному, в принципе. И это нормально. Подходи, давай. Хорош. Давайте, давайте. Подходите потихонечку. Чё вы там? Встали-то. Ну, потихоньку их так можно разобрать, очень легко. О, прям как гимнасты. Участники прыжка с шестом. Так, кто-то здесь ещё, монстр какой-то, да? Не удивлюсь, если так оно и есть. Давайте мы этот лес изучим чуть более подробно. Так, так, так. Это называется нажать таргет. Вместо этого камера начала вытворять немыслимые кульбиты. Сразу тихо стало. Большую часть этих ублюдков перемочили. Как-то даже потише тут, действительно. Так. Ох ты, пох ты. Что тут такое? Собака. Охраняли осколок титанита из последних сил, да? Вода тут, я смотрю, неглубокая. Ну, какие-то монстры тут есть. Какие-то крабики неприятные. Я не хочу к ним приближаться. Твое. Ох ты, тварь. Вон наглые какие-то. Подумать только. Беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги. Это собака такая сраная. Так, всё. Так, оденешь так. Ну, хотя бы уголь за него дали. Это уже приятно. Так, ещё раз пробуем. Ой, ёп! Пей! Ну чё, говнюк такой. Щит чёрного рыцаря, наручи чёрного рыцаря. Давайте посмотрим сразу, что это такое. Вот он, щит. Прекрасный, со стопроцентной физической защитой. А наручи... А наручи они вот такие, но по весу... По весу не ахти. Хотя было бы прикольно полную экипировку от чёрного рыцаря взять. Тема была бы, действительно. Так. Тут что-нибудь ещё есть такое? Достойное внимание. Во всяком случае. Ну, надо здесь посмотреть, да? Мы, что же, зря разбирались с этим упырём. Я надеюсь, что этот гадёныш здесь не восстанавливается. С кемитара наёмника. Это какие-то кинжалы, да, лёгкие. Какая-то ловушка. Тут от неё воняет. Уголь фарона. Я не знаю, что это за уголь такой. Может быть, где-то можно использовать его в каких-то определённых целях. Без понятия совершенно даже. Не могу предположить. Давай, иди сюда. Ух ты, какая стена тут крутая. А, замечательно. Осторожно, сильный враг. Знаете что? Вот так, на всякий случай. Не то, да? Нарочь наёмника. Давайте посмотрим. Вес, конечно, тут побольше будет, чем у экипировки. Разбойника, ну всё же. Ух. В общем, экипировка у нас пока что самая подходящая для нашего персонажа, я бы так сказал. Хотя, штанишки дезертира тоже ничего так. И щит этот, конечно же, надо убрать, чтобы лишний вес не был занят. Ну и получается, вот мы тут побегали. И сюда нам уже не нужно здесь. Вряд ли что-то ещё есть такое полезное. Ничего здесь особенного, в принципе-то и нету, получается, по большому счёту. Чё-то тут не совсем не хочется сейчас сражаться с этими упырями. Давайте мы всё это безобразие обойдём. Чё-то краб этот охеревший. Опасно. Чё могу сказать. Зелена, цвет. Хорошая штука. В принципе. По большому счёту так. Опасно. Опа. Вдохни. Чё у тебя? Кольцо мудреца. Опять для мага, небось, что-то. Ой. Так. Ускоряет использование заклинания. Да, это для волшебника всё. Мантия чародея. Вот такой вот здесь сет брони для чародеи, да, есть. Получается. Опа. Это кто? Ну чё ты тут ходишь-то, топчешься на месте. Пока, наверное, рановато сюда идти, да? Впереди дремлют воины. Какие воины? О чём речь вообще? Что за бред? Опа. Ты чё? Борзый какой, блин. Давай-ка, иди-ка бери. Так, наручи рыцаря. О, как, даже так, да? Давайте посмотрим, что здесь есть поподробнее. Потому что место такое. Вот как сюда запрыгнуть? Он просто такой шикарный, правда? Каким-то образом сюда можно запрыгнуть. Я в этом даже больше, чем уверен. Но вот каким, я не знаю. Не прыгает. Совершенно. Так. Не знаю, может быть, с дерева можно как-то взять так запрыгнуть. Но нет. Чё-то не прыгается совершенно. Очень жаль. Большая душа неизвестного путешественника. Опа. Здравствуйте. 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 Ну, идите-ка вы все в попку. Опа. Ну, только так, если бегать от этих гопников. Так, один готов. Опа. Тут, конечно, толстяк, блин. Он еще и щит ставит. Что-то там хотел закастовать какое-то заклинание. Козлюк. Огромная дубина. Я уверен, это мощная вещь. Сейчас мы чуть попозже ознакомимся. Чуть внимательнее с ее свойствами. Тут где-то фантом должен быть, по идее. Почему-то он как-то тут появляется странно очень. Или он только тут как-то рандомно регенится. Тоже хороший вопрос. Очень странный. Так. Это от второго, да, его брата-кробата. Двуручный меч изгнанника. Прекрасно. Ох. Что тут такое написано? Поворачивайте назад. Зачем? А, нет, туда не хочу пока. Косточка возвращения. Опять что ли лес? Сколько здесь этих лесов-то уже? Вот этих лесов здесь воняет. Серьезно. Ух. Ну, наверное, сюда, да? Надо, ну, как бы, по логике судить. Костер давайте. Ага, вот он, костер. Супер. О-о-о. Прелесть какая. Просто замечательная прелесть. Ну, пока что идти к костру рановато. По крайней мере, к этому. Этого мы делать не будем. Мы сейчас просто двинемся немножечко в другом направлении, соответственно, мы пойдем с вами к тому месту, где у нас край леса. Надо потому что узнать, что находится, соответственно, в нем. А то что-то как-то не совсем успело звучить. Может быть, то что-нибудь хорошее есть. Может быть, даже здесь есть осколок фляги с эстусом. Что уж совсем круто тогда. Сюда можно? Да. Опа. Прекрасно. Где тут его? Подхлебатель. Тут дрянь. О, я понял, как можно прыгнуть на эту штуку, да? Здесь вот можно так хитро ее получить. Бери, давай. Щит-сокол. Ясно. Это ни о чем. Кстати говоря, вот эта дубина огромная, которую мы нашли, ее, наверное, можно очень хорошо использовать. Правда, она большие затраты на выносливость дает. Ну, что ж поделать. И? Сюда? Кольцо жертвенности. Я слышу, кажется, здесь жука вот такого, за которого ресурсы дают полезные. Ага, вот он. Ну. Прекрасно. Да, мерцающий титанит? Кристаллический самоцвет даже. Обалдеть. Здрасте. Ох, ты ж е... Совсем уже, что ли, обалдели, сволочи? Курбицы, блин. Опа! Ух, я уже испугался. Думаю, что это такое-то вообще происходит здесь? Давай сразу. Две бутылочки хлебни и вполне себе будет нормально. Так, сюда, да? Надо двигаться, насколько я понял. Кристаллический самоцвет, наверное, полезная штука. Очень хорошая, я так предполагаю. Опа! Нет, расслабься. Не надо. Ну, иди сюда, подходи. О, а тут сколько этих чародеев-то. На. Все, ничего больше тут нет интересного такого. Ну, это все знакомые места. Мы их уже как бы облазили, получается. Вдоль и поперек. Костерчик может? А-а-а. Что-то как-то... Понятно все. Знаток кристальных чар. Однако. И где он? Ага, вот он. Опа! Опасно! Так, а вот эту уже зубы показал. Хорош. Прекрасно! Великолепно! Ох. Так. Легкий какой-то босс. Ну, ладно, по крайней мере, мы благодаря нему открыли костерчик новый. Так вообще шикарно. Магия. Такие прям восторженные возгласы, как будто люди как будто очень долго возились с этим боссом. По-моему, какой-то халявный. Ну да, но действительно, у него опасная вот эта стадия, когда он уже начинает свои копии делать. Которые стреляют сюда, действительно, это стрёмно. Но в остальном так себе. Легкий очень босс. Давай прокачивай нашему персонажу здоровье. И выносливость. Да. А вот то, что надо. Теперь. Кристаллический самоцвет. Он что позволяет сделать? Так, закалить оружие. Изысканный. Отменный. Вот интересный такой вопрос. А кристаллический самоцвет, он что-то раз делает? Совершенно не понимаю в таком случае. А может быть, кстати говоря, можно... Снаряжение. Крепить нет. Починить снаряжение. Походу, броньку здесь прокачивать нельзя. Или можно? Не знаю. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока. Пока.